Аэропорты Франкфурта на Мани и Мюнхена уже официально заявили, что 26 и 27 марта у них будут ограничены как пассажирские, так и грузовые перевозки. Поэтому обязательно учтите всю эту информацию при планировании своего времени, передвижении. Обязательно узнайте, не отменили ли ваш конкретный рейс, или возможно его перенесли на другую альтернативную дату. Подобная массовая забастовка означает, что 27 марта весь транспорт встанет и будет очень трудно куда-либо добраться. В том числе и на работу, в особенности тем, кто пользуется общественным транспортом. Поэтому стоит продумать заранее альтернативные варианты. Также учитывайте обязательно, что эта забастовка коснется и школьных автобусов. Забастовки не являются уважительной причиной отсутствия на рабочем месте или на школьных занятиях. Поэтому Министерство образования и культуры Хессена напомнило населению об обязательном посещении школы в связи с объявленной в понедельник общенациональной транспортной забастовкой. Это касается всех случаев остановки работы. Такие радикальные меры и массовая забастовка запланированы с целью оказать давление на работодателей, чтобы они пошли навстречу профсоюзам. Напомним, что они требуют повышения заработной платы для около 2,5 миллионов сотрудников на 10,5%, но как минимум на 500 евро в месяц. Известно, что уже было несколько раундов переговоров, но никакие договоренности не были достигнуты. Работодатели предлагали в свою очередь 5% повышения зарплаты в несколько этапов и единоразовую выплату в размере 2,5 тысяч евро. Но профсоюзы наотрез отказались от подобного встречного предложения работодателя. Они считают его недостаточным и несправедливым. И очередной решающий раунд переговоров запланирован с 27 по 29 марта в Потсдаме. Соответственно, сейчас они активизировались с массовой забастовкой, которая запланирована на 27 марта, чтобы работодатели были более сговорчивыми. В свою очередь, министр транспорта Германии призвал профсоюзы к сдержанности, и что каждая сторона должна осознать свою ответственность и минимизировать воздействие на население. Министр призывает не допустить транспортного коллапса и полной остановки движения. По его мнению, переговоры с работниками не должны вестись за счет населения, и правительство должно сделать все необходимое, чтобы нивелировать влияние забастовок на граждан Германии. Работодатели со своей стороны высказали огромное недовольство такими массовыми забастовками. Они считают их чрезмерными и призвали профсоюзы не переходить границы дозволенного, не злоупотреблять такими жесткими радикальными методами, потому что многие компании будут нести огромные убытки и пострадает также местное население. Продолжение следует...